Мало того, что ее травмировали, она еще и клюет. Хищник! В погоне за рыбой диалоги о рыбалке забрались в дебри Вологодской области. Как водится, путь оказался неблизким. Слушай, а ты пососнул? Синенькая, понадежней. А рыженька повеселей. И, как всегда, не обошлось без приключений. Вот бревно под нами. Стой, стой! Сели на березку, на пенечек березу. Да нет, тут вон слева мы пройдем здесь глубоко. Сейчас ребята могут сеть. Ну вот прошли, как-то так удалось нам пройти. Молодцы мы. Герои! Постоянные приключения обеспечивал барахливший мотор на одной из лодок. Куда-то поток не заводит. Не починился мотор. Ура, мы наконец-то добрались! Ха-ха! Неужели? Затер. Небывалой величины. Наконец, команда обустроилась. Рыбалочки взяли? Пойдем в лодочке. И отправилась на рыбалку. Сегодня река жила, вылетела веснятка. И вот ее объедает сверху плотничка, наверное, вертоплавочка. Вот это интересное, очень мешка. Наш вот другой экипаж высадился сейчас на полуострове, на Мюске. Что-то пытаются сделать. Птичников все ясно. Много мелкой щуки. Ну и окуня много. Тоже некрупного. А вот какая тут плотва, может быть, лещ, может быть, синец. Может быть, может быть и синец. О, быстрерочка. Такая вот быстрерочка. Грамм 200 в ней есть. Ну что ж, рыба клюет хорошо. Но вот размеры не впечатляют. Большой щурок. Вот такая небольшая. Но первая щука. То есть, что мы сказать, что рыба в этой речке есть. Так, товарищи. Ну вот, где-то на килограммчик. Ой, сама отцепилась. Что получилось? Ребята, он ловит на медные блесна. А я, как не очень длинновидный человек, почему-то мне не оказалось в медных блеснах. Но у меня оказалась красная вертушка. Тихо, тихо, тихо. Красная вертушечка. Ой, ты, Господи. Скользко надо парижки надевать. Красная вертушечка. Вот. И результат, собственно говоря, налицо. Красный цвет сработал. Ну, поймали вот такую вот щучку. Думаю, что тут есть какой-то вес. Ну, килограмм. Взвесить нечем. Вот такая. Место, куда, пройдя все трудности, попала команда диалогов о рыбалке, находится в заповедных, глухих и безлюдных местах на границе Вологодской и Костромской областей. Кроме членов экспедиции, вокруг только нетронутая природа и дикие звери. Что, Саш, красивое место, конечно, здорово. Спасибо, что. Но чук, что-то вот больше двушника никак не выходит. Наверное, можешь попробовать какие-то другие способы ловы. На спинке, понятно, может, выманить. Ты же знаешь, на что ловили всегда. Давай попробуем на то, что ловили здесь издавна, издревле. Ловили на крюки, так называемые. На крюки это что? Да, на крюки, ну, жерлица, то, что сейчас называется. Да, здесь местное название крюки. Крюки. Обычно делали рагулину, лески наматывали на рагулину, вбивали кол, который вставляли или в берег, или прямо посередине. Она висит. Ну, жерлица, понятно. Грузик намотанная леска и на живца. Живца поймать, ну, самая тудаемка, наверное, живца поймать здесь, потому как белая рыба уничтожается хищником довольно оперативно. Ну, я думаю, он уже раздраконили, наверное, поймаем. А мы пойдем туда в лес. Да, надо рагульки. Рагульки, да. Рагульки. Да, будем снаряжать. Потом поедем туда, на широкое место, там поставим, где берег. Ага. Что, за рагульками? Давай. Пойдем. Ну, что, Толя, рогатки в детстве делал? Давай, вспоминай. Ну, эстетично? Да, но только длинно. Потому что... Подрезать? Да, подрезать. Да, я думаю, да. Просто она должна... Слетать будет плохо, если... И наматывать неудобно, когда длинная. Если честно. Сейчас укоротим, сделаем. Согласно тех требованиям. Ну, да. Саша, а ведь вообще, на самом деле, жерлица – это такая классическая вещь-то для ловли щуки. Да. Может быть, просто в разных районах по-разному называлось. Да, я вот первый раз услышал, что жерлица называли там крюк. Ты по толстую расщепляй. А я уже эту расщепил. Ну, в принципе, и обе можно расщепить. Сюда лесочка нормально войдет. Бросали жребий, кто будет ловить живца? Нет, кто больше все любит ловить живца, скажем. И кто умеет это делать? Да, умеет. Есть специалист широкого профиля, который живца обещал нам сделать. Да, Паш? Белый, белый. О, поводочечки. Поводочечки. Я слышал, Саш, у тебя еще кружочки есть? Есть, да. Опа. Угоняем? Да, есть. Кружочки. Идея, идея та же, снасть практически аналогичная. Почти снаряженная. То есть она вот так должна... Ну, это вот подальше, в зависимости от глубины. Сюда поводок с крюком уже. И живец. Эта конструкция висит на палке, на большой, над водой, немножко, вот так вот. И когда щука схватает, она должна раздернуть вот здесь вот, вот, если не так сильно, как я сейчас. Вот на раз раздернулась и скручивать начнет. Поехали! Ну, а теперь вперед на щуку с жерлицами наперевес. Я пошел живца ловить. Ну, а вы готовьте тут колье и все остальное. Главное, это жерец. Без живца ничего не сделать. А без кольев? Без кольев можно поставить. Варианты есть. Живец будет, поставим кружки. Газбов поймаем. Щучку. Может, мне одну. У нас с тобой не оказалось емкости для живца, поэтому сейчас и пакетик поспособлю быстро. Какой-то индейский метод? Да, индейский. Ну, ты посмотри, сегодня все самодельное. Кто тебе научил такого метода? Сам придумал. Сам придумал? Да. Надо сжечь, кольевы рубить. Сколько это? Метра почти по 3-му. Сколько это? Да, можно и 5. Нет, ну, нет, так. 4 метра минимум надо. Тут глубина метра 3 с половиной. КОНЕЦ Ничего себе гром. Да. Гром гремит. Несмотря на непогоду, Паша пошел добывать живца. Дождь, гром, молнии. Что-то плохо клюет живец. Плохо-неплохо, а живец все же нужен. Вот такой живец. Что за живец сегодня? Такая палатычка. Как раз хороший живчик. Такой вполне отлично. Молодец, Паша. Не подвел. Есть живец. Очень быстро меняется погода. Солнышко светило, а сейчас вот уже гром гремит. Привет, дождь. Ну, вообще, надо сказать, что дождь рыбалке не помеха. Вот, кстати, на жерлицу и на кружки можно взять крупняк. Да, ну, особенно на крупную плотвину, которую, кстати, здесь сорога называют. Вот сейчас здоровенную плотвину-сорогу насадите, посмотрим. Вот так. Стоящий стрелев. Стрелевание леса. Вручную. Олья готова. Интересно, что будет дальше? Ну, а дальше начинается самое интересное. Смотри, Саш, вот ручей вот этот. Да. Что, глушимся? Да, глушимся. А что нам он не ломит? Это, наверное, как самый сильный перекол. Доставай до дна и под углом его так делай, чтобы туда торчало. Прямо тут или ближе туда? Ну, чуть ближе, вот к лопушкам просто. О, калище какое! О! О! Он торчал чуть-чуть. Держусь за... Ну, этот? Да. Значит, пряживаем так, чтобы эта штука висела. Вот так вот. Ставим жирлички. Есть надежда, что... Не, на то, что они сработают. У меня, например, лично нет никаких сомнений. Вот. Ну, щуки тут много. И тут поднос сейчас подсунут свежайшего, замечательного живца. Ну, конечно, соблазнись. Говорят, что в стоячей воде нужно за спинку, да? И сюда ее отправляем. А вот теперь нужно сразу следующую. Так, все, давай привезу. Привязывай. Ой. Э! Да она там, там она. Что-то... Слушаю, что это... Впечатление, что это кто-то дернул. Дернул? Да. Значит, кто-то дернул уже. Очень сильно, потому что потянули. О! И покусаны. Покусанная. Смотри. Точно. Пока ставили жерлицу, чуть ли не из рук вырвали живца. Щука. Да, так, нормально. Очень хорошо ходит живец при таком способе насадки. Живой такой, веселый. Ну что? Еще одна. Может быть, с той стороны воткнем вот так вот. Давай, давай. Ловись. Огромная и жадная щука. Теперь жерлицы стоят. Но вот получится ли поймать на них щуку? Это вопрос. Размотанная. Размотка есть? Размотка есть. Смотрим. Что-нибудь, может, и есть. Есть, штука? Есть, да? Есть. Ну-ка. О, ходит, ходит там кругами. Адекватный? Вполне. Вариант. Крюк работает. Вот поехали просто посмотреть на жерлицы. Вторая жерлица, которую мы проверяем, вторая щука. Как водится, старая снасть не подвела. Но крупной щуки нет как нет. Может быть, помогут кружки? Я как этот, как раб на галерах. У нас, правда, есть кому на галерах грести как раб? На кружке очень интересная поклевка получается. Кружок переворачивается кверху. Обычно красной стороной там красят. Такой переворот сразу туда. Отмеряется глубина. Оп! нужно дальше так. Здесь насечки есть. Насечки и антенна, наверное, так называется. И вот она, они, они здесь плавать должны типа вот так, так и вот так. и он поехал. И жерлис, и кружки. Прям вот щучий, весь щучий арсенал. А лудочек тут очень кажется. Переворот кружка. Да, есть, 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 зрелищная очень штука кружок. Мне очень нравится. Ну, да. Так вот прям все. подсака нет. Подсака нет. Блин, идиоты, это все. Тормози. Может быть это и и не щука. Нет, не щука, она сама нет ничего. вкусная? Нет, по-моему, у нее силы хватило самостоятельно это делать. Вот тебе блин, а! большая плотва просто. А так все это выглядело, а? Прям хорошо выглядело. Это мощь надо проявить в привлекании щуки, а не в переворачивании кружка. Не плотвина это дело, кружок переворачивать. Ждем подслежки. подслежки. Попробуем посмотреть. Тут, известно, далеко ушла, плеска далека. Подсак нужен? А есть? Да. Наверное, не надо. Попробуем так, даст. Эй, по траве. Ну, вот она, вот она. А, все. Сошла. Сошла. Так тоже бывает. Крюк работает. Проверенная. вторая щучка. Многими поколениями средства ловли великолепно работает. А вот кружки тет нам пока. А кружки пока просто плавают. Но, правда, плавают красиво. Кружки почему-то так и не сработали. Ни одного переворота, не считая первого, который, мы думали, что это щука, а это просто крупная плотва, которая там была в качестве живца. Его опрокинуло. Снимаем. Все живцы на месте. Живые, такие, вечевые. Вот. И с кружками тоже не повезло. Плотва просто крупная очень. Мы хотели поймать большую щуку. Одна надежда на жерлицы или как их тут называют крюки. Посмотрим. Как не называй, а если не клюет, то это не клюет. Я здесь и клюет, по-моему. Еще клюет, пусть бегает. второй раз на том же месте. кто-то съедает живца. Скорее всего окунь съедает здесь живца второй раз. Так обнадеживало все сначала. раз щука, два щука, еще щука. И тишина. Обидно, конечно, но надо тренироваться. Паш, как думаешь, это рана отчего? Щука крупная деранула бок? Вообще похоже. Смотри, потому что не только с этой стороны, но кое-как вернее. с двух сторон. Да, это след от пасти от губов. Другая щука покрупнее, ее захватило поперек, но развернуть видимо не смогла. Кстати, не так давно, свежая. Свежая, да, но мало того, что ее травмировали, она еще и клюет. Хищник! Вот смотри, с этой стороны следы. как ее прям челюсть. То есть она как-то вот так вот. Вот. И выдрала. Покажи, где выдрала. Обалдеть. Так, что вы бывали? То есть хорошая такая тут. Ну, где-то водится, но... Но не ловится. Как известно, кто умеет, тот ловит. Учиться надо. Наша команда, так и не поймав достойного экземпляра, возвращается назад. Теперь уже вниз по прекрасной и дикой реке. Наконец на влагу такую землю лето пришло. Так бывает. Нам пора домой и наладилась погода. Светит солнце, вылетела поденка, хоть на хвостом ловит. Вот поплываем здесь по реке и по берегам очень много бобровых нор. В свое время бобра на европейской части России, Советского Союза, тогда не было. Он был уничтожен. Вот популяцию восстановили до того, что вполне актуальным стало выражение «Убей бобра, спаси дерево». Я с ним согласен. Вот так и закончилось путешествие в Вологодскую область за неуловимой северной щукой. И смелый бобер проводил наших героев, совсем не боясь мести за деревья. Смотрите в следующих программах диалоги о рыбалке приключения наших рыболовов в Тверской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова